здравствуйте уважаемые друзья зрители моего канала рада вас приветствовать сегодня видео ролик об обработке вот этих растений ролик о которых недавно был на моем канале при осмотре поливе я обнаружила на одной из орхидей по краю листа липкие капли если кто-то из вас не смотрел этот ролик то я оставлю на него ссылочку можете пройти и посмотреть как это выглядит и сегодня я хочу эти растения все обработать профилактической целью а также я буду обрабатывать те растения которые от меня будут уезжать подготовить их к отъезду и для обработки я приобрела вот такой инсектицид называется он by 58 была наслышана из интернета него очень хорошие показания к применению препарат имеет действие на большой ряд насекомых а также на клещей получается что это инсектоакрицид кроме того по информации также из интернета на упаковке она не указана к этому препарату практически не вырабатывается устойчивости у насекомых он срабатывает с первого действия период защиты растения после обработки длится 21 день обработку следует проводить естественно имея средства индивидуальной защиты такие как перчатки очки респиратор или маска приготовленный раствор нужно использовать сразу же он не хранится обрабатываются все части растений а также можно обрабатывать поливом так как этот препарат будет впитываться всеми частями растения поступать в клеточный сок растения и распределяться непосредственно по всему растению насекомые будут поглощать отравленный клеточный сок и тем самым будут погибать действие оказывается на нервную систему насекомых а также имеется контактное действие попадая непосредственно на само насекомое этот препарат срабатывает и насекомое гибнет нюансы по применению этого препарата препарат не работает в щелочной среде так что сегодняшнюю воду я буду подкислять впрочем как и всегда последнее время я провожу такую процедуру так как многие препараты инсектициды окарициды и другие препараты от болезней не действуют в щелочной воде также этот препарат действует в широком диапазоне температур это от плюс 12 градусов до плюс 35 градусов вот в этом диапазоне препарат будет действенный ниже 12 градусов или выше 35 градусов уже действие препарата снижается во много раз я буду использовать еще в качестве прилипателя мощи средства для посуды чтобы препарат как можно лучше закрепился на листовых пластинках а также препарат b58 можно использовать в купе с фунгицидными средствами то есть препаратами против различных заболеваний у растений и сегодня его буду использовать вот с таким фунгицидом обига пик я его уже показывала так как зачастую практически всегда после нашествия насекомых паразитов присоединяются всяческие грибковые инфекции но и не только грибковые также и бактериальные и чтобы исключить вероятность заболевания я также добавлю этот препарат тем более что нет никаких противопоказаний вот в применении с этим препаратом также я готовлю к отправке небольшую партию растений и это будет вовсе не лишним подготовить растения чтобы до своего нового хозяина своей новой хозяйки мои растения дошли в целости сохранности и далее только радовали есть один небольшой нюанс по использованию а вернее он является ключевым препарат следует разводить на строго указанное количество воды то есть вот одна ампула 5 миллилитров препарата одну ампулу стоит разводить строго в одном литре воды если взять количество воды менее указанного то это может негативно отразиться на растениях в виде пожелтения листвы и опадание листвы что может привести к гибели растения так что вот водный режим очень строго соблюдаем я возьму 1 литр я налила в такой мерный стакан ровно 1 литр воды на ровной поверхности я посмотрела что количество воды соответствует строго указанному и не буду отступать от этих рекомендаций чтобы не потерять свои растения подкислять я буду раствор фит кислинкой которую я также купила чайную ложечку на 1 литр воды этого будет достаточно я добавлю в эту воду у меня есть вот такой очень удобный опрыскиватель буду пользоваться им у него имеется вот такой длинный носик и он очень хорошо распыляет а также у него имеется вот такая очень гибкая силиконовая трубка с утяжелителем на конце и это очень удобно когда средства очень мало наливается в емкость и все время вот этот шпиндик он как бы ищет воду бегает за водой где вода там и вот этот вот заборник воды тоже находится я перелью подкисленную воду и уже непосредственно сам баллон добавлю небольшое количество буквально одну капельку моющего средства для посуды что будет играть роль прилипателя чтобы средство очень хорошо закрепилась на листовых пластинках и сработало как можно лучше я также инсулиновый шприц отмерю необходимое количество фунгицидного препарата это будет так один кубик немного взболкаю фунгицид он очень быстро растворяется в принципе эмульсия и приступлю непосредственно к этому написано что средство имеет очень резкий запах я пользуюсь им впервые и сейчас мы проверим так вот здесь у меня имеется салфетка чтобы не поранить руки при вскрытии и выливаю средства средства синего цвета ампулу убираю в пакет да немножко так пованивает резкий запах не знаю пока что мне навеивает хлорку не хочу нюхать специально но сейчас все равно придется во время процедуры опрыскивания процедуру проводить я буду на улице здесь вот у себя с краешку теплички еще раз как следует взболтаю во время опрыскивания тоже стоит периодически взбалтывать смесь видимо потому что средство имеет свойство оседать ну так указано на сайте в инструкции погода пасмурная яркого солнца нет от ветра я спряталась и имею средства индивидуальной защиты и приступлю непосредственно к самой обработки я буду обрабатывать каждое растение со всех сторон да имеет такой специфический запах но я думала что будет хуже терпимо многие другие препараты пахнут гораздо резче запах какой-то краски что ли напоминает и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также B52, данный препарат, которым я веду обработку, убивает клеща на всех стадиях, вплоть до личиночной стадии. Заявлено, что действует с первого раза, но второй раз не исключен к применению для того, чтобы... Ну, как бы контрольный, да? Продолжение следует... Таким образом, так обильно смачиваю растение, чтобы затекало в пазухе, в точку роста. После чего растение я оставлю здесь, на открытом воздухе, так скажем. Растение обработано вот таким образом, в естественных условиях, в естественной природе. Это не страшно. Через часик, через два я приду, проверю. И все, что не высохло, не впиталось, я пропитаю салфеткой и заберу их домой, так как температура сейчас к вечеру будет понижаться. Растение обработано. Растение обработано. Продолжение следует... вот таким образом я обработала все свои растения сейчас у меня на очереди еще партия которую я планирую отправлять их уже я обработаю за кадром ну а за результатами и за действием этого препарата будем с вами наблюдать ярко выраженного какого-то заражения тем или иным насекомым не выявлено имелся лишь один небольшой признак что как бы не дает мне в полной уверенности убедиться на действие данного препарата но тем не менее вот и в качестве профилактики да еще и в совокупности с фунгицидным препаратом против болезней будет не лишним для подстраховки и вот такой профилактической цели ну и вообще друзья на дворе сейчас осень сентябрь месяц начался и я вам рекомендую обрабатывать с профилактической целью свои растения орхидеи два раза в год это вот как раз весенний период когда растения уже на улице тепло есть такая возможность можно выносить на улицу так как все таки на улице это делать намного удобней и в осенний период когда вот еще день ком тепло их можно вынести обработать их на улице продует полностью все естественные природные условия сделают половина работы за нас и занести домой и уже в зиму вступать подготовленными оздоровленными пройденными профилактику и тогда мы с вами не будем знать проблем с насекомыми вредителями и с болезнями которые и возникают то в основном на пораженных ослабленных растениях именно вот насекомыми вредителями они очень часто являются переносчиками и раненые растения травмированные вредителями имеют очень слабый иммунитет и очень охотно так скажем подсаживаются различные грибки на листовые повреждения бактерий растение истощено и в общем-то заболевает и нередко что погибает не удается спасти растения так что вот сейчас я убила сразу нескольких зайцев и вот это уже партия орхидей будет расти прекрасно развиваться не будет никаких тормозных моментов в развитии ни корневой системы ни листовых масс так как мои растения будут здоровенькими ну на этом вот и все все что хотел все-таки рассказала информации очень много по данному препарату конкретную информацию можно найти если забить в поисковик b52 препарат от вредителей и почитать очень много о нем интересного а также отзывы вот я нашла этот препарат купила и сейчас использую его в действии ну а на этом все если вам моя информация была полезной поставьте пожалуйста моему видео пальчик вверх подписывайтесь на мой канал если вы не подписаны у меня сейчас будет надеюсь немножко больше времени я уделять буду больше этого времени своему каналу буду рассказывать очень интересные вещи о своих наблюдениях о взаимодействии со своими орхидеями так что подписывайтесь обязательно жмите колокольчик это предупреждение о выходе моего нового видео не пропускайте ролики потому что мои ролики я стараюсь делать систематическими и будет все понятно если не пропускать ролики ну а на этом я вас благодарю за просмотр за комментарии если остались вопросы задавайте внизу под этим роликом в комментариях также полезную информацию я всегда оставляю в инфобоксе под этим видео мне еще предстоит обработать партию еще одну партию орхидеек ну а на этом все до новых встреч